Благотворительные фонды И пригласили сюда к нам в студию замечательного врача Алексея Александровича Мощана, доктора медицинских наук, профессора, члена корреспондента РАН, директора Института детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Здравствуйте. Может и передача кончится. Я долго готовился, чтобы высказать все регалии. Анастасия Черепанова, директор благотворительного фонда «Жизнь как чудо», который помогает детям с тяжелыми заболеваниями печени. Добрый день. И Анастасия Кафланова, директор фонда «Борьбы с лейкемией», который помогает взрослым боленым с раком крови. Всем добрый день. Алексей Александрович, начнем с вас как с врача. Вы работаете в центре Димы Рогачева, вокруг которого, на самом деле внутри которого, огромное количество благотворительных фондов. В первую очередь, конечно, «Подари жизнь», которую мы все знаем. «Жизнь как чудо» там тоже есть, если я правильно понимаю. Чуть-чуть. Даже чуть-чуть, тем не менее. Много других фондов. Если посмотреть список благотворительных фондов, которые помогают центру, там не хватит одной страницы нашего браузера. Как вы работаете с благотворительными фондами? Что в первую очередь требуется вашему центру от благотворительных фондов? И как вы вообще относитесь к благотворительности в России? Ну, я бы сказал, надо углубиться чуть-чуть в историю. Во-первых, центр Димы Рогачева был не всегда. Когда я начинал работать, а это было в 87-м далеком году, было небольшое отделение в российской детской больнице, отделение гематологии, в которое я перешел сразу после ординатуры. И благотворительность в том виде, в котором мы ее сейчас знаем, началась примерно 10-15 годами позже, когда в российской детской больнице появился фонд Александра Меня. Это был такой, ну, собственно, есть храм Косьмы и Демиана, где собиралась московская интеллигенция, которая имела контакты с Западом. И после падения Советского Союза и падения железного занавеса, вот эти каналы как бы растворились, то есть отворились связи с западными странами, и оттуда к нам стала поступать первая гуманитарная помощь. Поэтому история благотворительности в России, она имеет довольно давнюю историю, и она началась вот буквально с помоечных препаратов, которые аптеки на Западе выкидывали, а нам их привозили, и мы оттуда выбирали те препараты, которые нам были нужны. То есть ничего не было? Не было ничего вообще. То есть были какие-то базовые лекарства, но, во-первых, мы ими пользоваться-то особо не умели, а во-вторых, ничего того, что составляет ныне сложнейшую технологию лечения онкологических заболеваний, и, в частности, что самое сложное в онкологии – это заболевание крови, всего этого не было. И этому предстояло научиться, предстояло получить, и это, возможно, было только через благотворительные фонды, потому что государство этого ничего даже близко не закупало. И вот много-много времени и усилий прошло, прежде чем случился такой расцвет благотворительности, как сейчас. Мое личное мнение спрашивать, то я абсолютно авторитетно утверждаю, что без благотворительности совсем не было бы того успеха, которого достигла российская детская, в частности, гематология и онкология. Я про взрослые не говорю, есть у меня подозрения, что там успехов куда меньше. Давайте заодно и поговорим. Спасибо. На самом деле, с тех пор благотворительность шагнула далеко вперед. Не только, конечно, мы возим просроченные лекарства из аптек, к счастью, и фонды помогают решать очень сложные вопросы. Давайте сейчас просто про два фонда, которые здесь у нас, чуть-чуть кратенько поговорим. Сначала, Настя, давайте про фонд борьбы с лейкемией. Ну, фонд помогает взрослым, больным раком крови. Надо сказать, что вообще тема помощи взрослым в России, она не так развита и до сих пор, несмотря на то, что, ну, я сразу скажу, что за последние пять лет очень сильно помощь взрослым продвинулась вперед. Но вообще, если рассматривать такую линейку предпочтений потенциальных жертвователей российских, то помощь взрослым все равно стоит там где-то в самом конце после экологических спортивных проектов. У них животных, например, насколько я знаю. Да, но тем не менее, это правда меняется, это здорово. В чем сложность? Ну, мало того, что считается у нас в России, что если взрослый человек заболел, то, скорее всего, он виноват сам, наверное, это такая кара, которая его настигла, он вел себя как-то неправильно и теперь расплачивается. Некоторые думают, что, ну, он же взрослый, он заболел, он взрослый, он может помочь себе сам. А если он не может, то, ну, скорее всего, он неудачник. Мы пытаемся, ну, и вообще у нас, у россиян есть еще вот эта стигма, что рак это... Приговор. Приговор. Это первое, да, то есть помощь взрослым. Второе, что еще, онкогематология. Это самая затратная часть онкологии. С одной стороны, это здорово и классно, что это находится, по сути, на пике науки, но при этом это очень-очень дорого. Поэтому, ну, и плюс еще к тому, что, например, трансплантация костного мозга, которая помогает в 80-90% случаев, не входит в квоту. Вернее, сама трансплантация входит в квоту, а поиск неродственного донора, заготовка, доставка трансплантата не входит в квоту. Вот это то, что мне интереснее всего в нашем контексте, нашего сегодняшнего разговора. За что именно платит фонд? Фонд платит в случае трансплантации костного мозга для пациентов за часть этой процедуры. Дальше. Фонд... Заготовка трансплантата и поиск неродственных доноров. Лекарства, которых в настоящий момент, например, нет в клинике, либо пациенту требуется какая-то специфическая терапия, либо это лекарства, которые не зарегистрированы в России. Мы оплачиваем также амбулаторные квартиры для наших подопечных, которые вынуждены, например, снимать такие квартиры, если бы не было фонда, когда они приезжают, находятся на амбулаторном лечении, либо приезжают на повторные исследования. Мы рекрутируем доноров, российский регистр доноров костного мозга, оплачиваем реагенты, препараты. Сейчас, с прошлого года, мы начали уже в прошлом году историю про психологическую поддержку врачей и пациентов. Мы планируем обучающие программы для молодых специалистов, мы планируем поднимать вопрос по сохранению фертильности для молодых, взрослых и взрослых. Планов много. Много планов, да. Анастасия, давайте теперь про жизнь как чудо. Мы уже услышали, что оказывается вам легче, потому что вы помогаете детям. Не знаю, насколько это правда, но в чем-то, наверное, да. Расскажите про ваш фонд, что вы делаете, как вы помогаете. Фонду «Жизнь как чудо» уже 10 лет. Мы помогаем детям и уже 2 года взрослым с заболеванием печени. Почему мы взяли взрослых и начали им помогать? Просто потому, что наши дети выросли. И они перешагнули эту черту 18 лет. И некоторым семьям просто потребовалось продолжить нашу помощь. Мы, конечно, не могли их бросить. И, естественно, из этого родилась наша программа уже помощи взрослым. Фонду 10 лет. Его создал наш учредитель. К сожалению, его уже нет в живых. Алексей Машкович. Такой удивительный, потрясающий человек. История нашего фонда как раз, кстати, родом из РДКБ. Потому что Алексей сам частным образом ходил и помогал как волонтер, как частный даритель. Он не был никаким миллиардером. Он делился тем, что у него было. И в какой-то момент, собственно говоря, он познакомился с сообществом мам, которые ожидали на тот момент операции по трансплантации печени у своих детей. Просто, чтобы понимать, вообще отрасль трансплантологии, она довольно-таки молодая в нашей стране, в принципе. И на тот момент это действительно было небольшое количество операций проводилось тогда. И семьи выезжали за границу, в том числе, чтобы делать такие операции. Вот наши первые, скажем так, подопечные, это семьи, которые прошли операцию в бельгийской клинике Сент-Люк. И многие наши врачи, они в том числе там обучались и продолжают обучение. У нас у фонда есть такая программа помощь специалистов, помощь врачам. И мы занимаемся тем, что помогаем им ездить на операции в том числе. Причем очень интересный опыт, когда врач едет с нашим подопечным туда, наблюдает вот этот весь, скажем так, этап. Еще тоже очень интересный момент, что за, скажем так, само обучение бельгийские врачи не берут денег. Они готовы делиться своим опытом совершенно бесплатно. То есть мы как фонд помогаем только приехать врачу и там прожить на момент, собственно говоря, вот этой, можно это назвать, стажировки. Фонд в основном занимался, ну где-то, наверное, 8 лет, он занимался именно адресной помощью. То есть есть конкретная семья, есть конкретный ребенок, и мы, собственно говоря, по запросу помогали. Это могла быть помощь с проездом и проживанием. Если говорить о, допустим, трансплантации в нашем случае, может быть родственной, это когда кто-то из родственников из ближайших становится донором для ребенка. Если так случилось, что нету родственников, к примеру, или никто из родных не подошел по тем или иным причинам, то ребенок ожидает трупный орган. Что это такое? Это значит, что он должен находиться от клиники, ну в трех часах езды. А дети из регионов, вот если им негде остановиться в Москве, все такие операции в основном проводились в Москве. До сих пор они в основном проводятся в Москве, в нескольких центрах. Сейчас начинается, там, по нашему, в данном случае, органу по печени тоже опыт такой в регионах, но это пока, скажем так, единичные случаи пока. Но, естественно, все развивается очень активно. Любопытно, на самом деле, что благотворительность в России до сих пор делится на адресную и системную. И адресной больше, как ни странно. И многие говорят, ой, как это плохо, зачем мы занимаемся адресной благотворительностью, когда надо заниматься только системной. Что делать и так далее. Но мы понимаем, что пока будем заниматься системной благотворительностью, эти адресные товарищи просто умрут, иначе пациенты, если мы не будем им помогать. Но, тем не менее, давайте снова вернемся к РДКБ, как к альбоматор фондам, или к центру Дима Рогачева, к любым другим медицинским центрам. Как системно могут помогать фонды? Что можно делать? Можно просто проводить какие-то западные примеры, когда в Америке, например, благотворительные фонды могут целиком больницы строить, большие исследовательские центры. Реально ли это в России? Или что вообще можно сделать? В России нет никакой законодательной базы для этого, хотя если фонды будут множиться и становиться богаче, я не исключаю, что это один из путей создания прогрессивной альтернативной медицины. Потому что пока государство дойдет до действительно исследовательских настоящих центров, которые не воспроизводят известную же технологию, а работает действительно на переднем крае, еще пройдет очень-очень много времени. Два слова об адресной и системной помощи. Я могу привести пример крупнейшего американского госпиталя ракового детского Сан-Джуд, святого Иуда, который был первым местом, где вообще вылечили острый лейкоз. И вот он полностью содержится благотворительным фондом. И собирает этот фонд в год 1,3 миллиарда долларов. Это на содержание одного исследовательского центра. И что интересно, те, кто занимаются фондрейзингом, также говорят, что им гораздо легче мобилизовать людей на помощь конкретным детям, чем на оказание инфраструктурной. Помощи – это как раз дело таких крупных, богатых по-настоящему благотворителей, которые понимают, что системная помощь гораздо более эффективна, чем адресная, направленная на спасение конкретной одной жизни. Но большинство все-таки хотят помочь конкретному ребенку. И вот то, что собирается на конкретных детей, составляет большую часть годового бюджета исследовательского госпиталя Сан-Джуд. Поэтому противопоставлять это нельзя. Это абсолютно взаимодополняющие вещи. И спасибо тем, кто понимает, что надо делать системно программы. Например, в данном случае Анастасия сказала о программе помощи трансплантации. Или то, что Настя говорит о программе финансирования поиска неродственных доноров. Это все вещи структурные, которые приносят гораздо больший и лучший, и более пальпируемый, осязаемый финальный результат, нежели усилия по спасению данного конкретного пациента. Которые, к сожалению, эти усилия могут оказаться и тщетными. И зачастую в нашей области жестокой и трудной, когда не для всех пациентов лечение вообще существует, не всегда это приносит успех. При этом очень частый вопрос, когда ты начинаешь говорить про благотворительность, все говорят, ну как же, у нас же бесплатная медицина, государство должно покрывать все расходы. Когда ты говоришь, например, про трансплантацию костного мозга. Да, это сама по себе процедура полностью покрывается ОМС. Оказывается, что нет, и что это может стоить миллионы рублей для пациентов, которому взять просто больше неоткуда, кроме как продать квартиру, либо обратиться в благотворительный фонд. Ну, я бы сказал, что это такая одна из форм черствости и безразличия. Вам государство должно, и, значит, соответственно, зачем я вам буду помогать. То же самое нам говорят даже очень известные люди. Да вам Путин помогает, зачем вам еще благотворительные фонды. Ну, вот это, ну, я бы сказал, что это следствие, конечно, такой, ну, и невысокой культуры, и, в общем, я бы сказал, откровенной глупости. Государство должно, что такое государство? Вот скажите мне, что такое государство? Вот это выражение, что государство – это я сам, вот это оно самое верное. Людям не должно быть дело до государства, и государства особого дела до людей нет. Вот это принципиально понять. Пока мы к этому государству будем относиться как к вымени, которую должны все сосать одновременно или по очереди, ничего не изменится. Только гражданское общество может по-настоящему влиять на развитие ситуации вербально, акциями, формирование атмосферы. Но только так мы, может, что-то в этом государстве изменим. А смотреть на чиновников, которые дадут или не дадут денег, не стоит. Сегодня они сказали, что дадут денег, а завтра у них деньги кончатся. Прилетят черные лебеди, белые, там, я уж не знаю, любые другие птицы. Но, еще раз повторяю, на них смотреть не надо, и жизнь свою надо строить вне зависимости от государства. Вообще во всем мире даже самые крупные и самые сильные экономики не справляются в одиночку с раком. То есть всегда подключается помощь благотворительной. Всегда. Да, за рубежом мы опять возвращаемся немножко к адресной и системной помощи. Это больше системная помощь, как уже Алексей Александрович сказал про строительство, содержание, исследование. У нас благотворительный сектор развернулся, конечно, в сторону системной помощи. Но, тем не менее, от адресной мы все равно... То есть, когда денег стало чуть больше, да, в благотворительности. Ну, понятно, что гражданское общество у нас так или иначе растет. Благотворительность один из символов того, что у нас люди начали пытаться как-то друг с другом взаимодействовать. И когда мы говорим о государстве, понятно, что мы говорим о системе управления здравоохранением. Мы говорим о Минздраве, о его бюджетах, о региональных Минздравах каких-то и так далее. При этом в каких-то случаях мы не можем не соприкасаться с Минздравом, как бы мы этого не хотели. Потому что, например, есть такая вещь, как зарегистрированные и незарегистрированные препараты. И ввести сюда просто так незарегистрированные препараты, купить его в России, очень сложно. Фонды все, насколько я понимаю, практически, которые этим занимаются, занимаются в том числе тем, что возят сюда незарегистрированные или зарегистрированные, но отсутствующие по какой-то причине на российском рынке препараты. Насколько это частая история? Многие просто не знают об этом. Я задаю, давайте вы расскажете об этом. Насколько это частая история для текущей ситуации? Хорошо, что вы этот вопрос задали, потому что я лично стоял у истоков легализации ввоза незарегистрированных препаратов. Когда в 2005 году президент России Путин пришел к нашему пациенту Диме Рогачеву. Помимо того, что был настолько впечатлен и тронут этой встречей, что он тут же буквально на месте в коридоре в этом вонючем РДКБ дал указание и сказал, что будет новый центр, мы еще поставили вопрос о ввозе незарегистрированных препаратов. Ибо сказать, что западная фарма сильно заинтересована в российском рынке, это было, мягко говоря, большим преувеличением. И плюс существуют редкие препараты, которые не будут зарегистрированы никогда, просто потому что процесс регистрации слишком долог, дорог и нерентабельны для этой фармы. И вот тогда первые три российских учреждения в 2005 году, РДКБ, наш институт и центр, который носит имя Раиса Максимовна Горбачева, вот эти три центра получили право легально завозить по довольно простой процедуре незарегистрированный препарат. Теперь это принято в виде универсального законодательства федерального, и этот механизм до момента получения разрешения, он довольно простой. Но дальше этого разрешения все начинается очень сложно, потому что тогда, поскольку я работал над этим указом президента, тогдашние чиновники Минздрава просто выворачивались наизнанку, чтобы сделать так, чтобы этот приказ был, но чтобы он никоим образом не работал. И в частности удалось им сделать так, что государство разрешает, но не отвечает за закупку этих незарегистрированных препаратов. Это полностью ложится либо на самих пациентов, либо на благотворительные фонды, что гораздо чаще. Вот такая история вопроса, это то, в каком положении это находится сейчас. Когда высокие чиновники Минздрава говорят, а процедура есть, какие проблемы, покупайте, это абсолютная ложь. Вот до момента получения разрешения, кстати сказать, это разрешение на ВОЗ может быть только, так скажем, визировано федеральным центром. Доктор на периферии не может его дать, хотя чем он отличается от меня? Он прекрасно знает, каким лекарствами лечить, и что больному может помочь. Это уже само по себе, ну, очень некрасивая ситуация в отношении других докторов, не работающих в Москве и в Питере. Так вот, после того, как это разрешение получено, кто закупит этот препарат? Такого механизма нет. Это, конечно, достаточно подло по отношению к пациентам. Утверждать, что такой механизм есть, что все, товарищи, в порядке, вы можете закупать, что хотите, но при этом ни механизмов, ни денег на это нет. И формально же государство даже должно оплачивать этим. Именно, что формально оно не должно оплачивать. Вот именно суть этого нынешнего законодательства в том, что государство этого оплачивать не должно. Оно разрешает. Пожалуйста, ввозите. Ну, как вы это делаете? Логистика, оплата, это никак не прописано, никого не волнует. Я так понимаю, что проблемы возникают не только с незарегистрированными препаратами, но и уже с зарегистрированными в России препаратами, которые по какой-то причине с нашего рынка уходят. Да, вот сейчас последний скандал у вас был с Санкаспаром. Я такой не решен до сих пор, этот вопрос. Скандал за скандалом следует. Это такой общий скандал. Вы знаете, это когда все скандалят и орут друг на друга, выхватывать отдельный голос и говорить, что вот скандал по этому поводу невозможно. Вообще ситуация исключительно скандальная. Вот та ситуация, та подлость, которая была совершена в 2014 году, когда был этот принят законодательный пакет, в частности, закон «Третий лишний», закон о минимальной цене. Вот тогда мы предсказывали, что через некоторое количество времени мы придем к той ситуации, которая случилась сейчас. То есть исчезают не просто зарубежные препараты, не просто инновационные препараты, которые, кстати, не исчезают, а наоборот появляются, а именно те препараты, без которых мы вообще жить не можем, начиная с цитазина-арбиназида, о котором я много говорил, и кончая, ну, скажем, тем же Анкаспаром. И ситуация эта не может быть разрешена, потому что западная фарма перестала быть заинтересована в проникновении на российский рынок. А российская фарма далеко не всегда может выпустить даже надлежащее количество препаратов, я уже не говорю о качестве. То есть получается, что это как раз снова перекладывает решение вопросов на благотворительный фонд или на самих пациентов, потому что государство подняло лапки и сказало, что все, мы тут ни при чем. Государство, опять же, что такое государство? Когда мы говорим о государстве как таковом, мы некий такой монолит единый имеем в виду. Ничего подобного. Это горстка лоббистов была, которая дала приоритет отечественной так называемой фарме, которая никакая не отечественная. Понимаете, закупить производственную линию и очищать китайское сырье, это еще не значит отечественную фарму иметь. И мы еще сейчас посмотрим, как в связи с этой ситуацией с коронавирусом, как будет поступать субстанция для изготовления так называемых отечественных препаратов. Мы это увидим. Так вот, никакого в государстве нету. Это надо еще раз подчеркнуть. Есть люди, которые преследуют свои интересы. Если кто-то думает, что они преследуют интересы пациентов, то они глубоко ошибаются. И время это показало, и то, что мы сейчас имеем, это демонстрирует особенно ярко и неприкрыто. То есть очень часто то, что мы считаем российским препаратом, на самом деле является совершенно не российским препаратом, а просто как отверточная сборка автомобилей. Переупаковка. Это наклейка лейблов. Это еще хорошо, когда западные фармы с репутацией дают вот этот... Сначала это была маркировка, теперь уже более глубокая локализация. Но проблемы совсем в другом. Это именно в так называемых генуинных российских препаратах, которых на самом деле существует очень мало. Ну, если не говорить об этих блокбастерах типа Кагоцелла, который уже сейчас коронавирусом помогать начал вдруг внезапно. Кажется, Арбидон, как я слышал, я там свечи с виферон. Вот это наше настоящее, вот это действительно наше. Но проблема в том, что эти лекарства ни разу никогда не были испытаны и не работают, работают только на карман производителей. Еще из интересного, то, что я помню, Анастасия рассказывала, как, опять же, к слову о взаимодействии пациентов благотворительных фондов и Минздравов, особенно региональных Минздравов в плане получения лекарств. Вы достаточно активно практикуете суды с региональными Минздравами. Да, случаются такие истории у нас. Ну, смотрите, мы имеем работу со случаями, когда в федеральной клинике уже выписан этот препарат. Дальше ребенок, ну, допустим, ему в федеральной клинике поставили некий диагноз и выписали жизненно необходимый, жизненно важный лекарственный препарат. Он возвращается в свой регион, там ему этот диагноз должны либо подтвердить, да, либо там какие-то дополнительные консультации провести и так далее. А регион должен выдавать этот препарат за счет средств собственных, то есть за счет средств бюджета региона. Но получается так, что некоторые регионы в этом пациенту отказывают по разным причинам. У нас есть очень смешные отписки, значит, почему ребенку не был вовремя выдан лекарственный препарат. Там, к примеру, там не работал интернет-портал или там что-то вовремя, значит, они не смогли сделать. Это было бы, конечно, смешно, если бы речь не шла, естественно, о жизни ребенка. И в случаях, когда препарат требуется начать принимать незамедлительно, здесь, конечно, уже не до смеха. Фонды что делают? Фонды в нашем случае, допустим, наш опыт, мы начинаем затыкать эти дыры. Потому что, ну, вот у нас был случай, это лекарственный препарат ОРФ-1. Редкое заболевание всего по, значит, стране детей с террозинемией. На данный момент, по-моему, 41 насчитывается. И требуется этот лекарственный препарат. Значит, препарат зарегистрирован в России. То есть здесь даже не то, что не зарегистрированы, возникают какие-то вопросы, а вот-вот они должны были выдавать. Вот у нас была потрясающая история в Воронежской области, когда эта семья, которая живет за счет того, что мама работает дояркой на ферме. У них нет ни возможности, ни связи, ни денег. Они до Воронежа, чтобы доехать, им нужно с полдня потратить и попросить у соседа машину. Ну, то есть совсем все плохо. И только благодаря врачам, которые вели их в федеральной клинике, эта история дошла до нас. И мы, собственно говоря, предложили им начать дело и обратиться в суд. В суд может обратиться непосредственно семья или законный представитель ребенка. Мы в этой истории сделали очень интересный такой ход впервые для нас тоже. Мы попросили, соответственно, привлечь фонд как третью сторону этого вопроса. Это оказалось очень эффективно. Почему? Потому что фонд, вот на время, пока вот это все разбирательство шло, мы покупали этот препарат, там, брат и сестра на двоих детей. Мы покупали этот препарат, то есть затыкая эти дыры. Я сама ездила на эти суды. В Воронеже было у нас четыре заседания. Мы выиграли этот суд. И сразу скажу, что сейчас дети обеспечены за счет региона этими препаратами, и все хорошо. Но что интересно, вот когда мы были на суде, вот я лично, да, вот я встаю, я рассказываю о том, почему это важно, зачем это важно. Регион говорит, ну, вы же покупаете этот препарат сейчас? То есть такая произошла немножко замена. Вот мы как благотворительные фонды, естественно, не должны заменять. Мы можем помогать. Вот помогать, да, но заменять это нереально совершенно. Региональный Минздрав считает, что раз кто-то покупает, то и все уже, вопрос закрыт. То ему не надо эту процедуру делать. Вот нам пришлось привозить на суд Воронежскую область врача из федеральной клиники, чтобы она на суде, судье и врачам из регионального Минздрава доказывала, почему ребенку жизненно необходим данный препарат. Ну, то есть это, конечно, определенные нонсенсы, но и они случаются, они встречаются. Конечно, практика судов – это замечательно, но представьте себе, в области есть пять пациентов, которые требуют разнообразные дорогие лекарства. Я не знаю, сколько стоит РФ-1, но есть препараты, скажем, гематологические, которые стоят 28 миллионов рублей в год. Выиграл ты суд, значит, тебе этот препарат дали, но все остальные 150 человек… То есть ты съел региональный бюджет? Абсолютно съел. Это очень деликатная тема. Да, вы выиграли суд, но если это какая-нибудь область глубоко дотационная, в которой нет физически этих денег, то получается, что все остальные сидят без лекарств за счет этого одного пациента. И вот здесь еще стоит обратиться к одной вещи. Когда-то вот это обеспечение орфанных пациентов, вернее, пациентов с орфанными заболеваниями, было возложено на регионы. То есть как бы это скинуто было с федерального бюджета. А министр Голикова, которая вела тогда министром, кстати, таким очень умным, структурно мыслящим министром, она говорила, но это было, поскольку говорил мне лично, я об этом знаю, «Я еще хочу», сказала она, «все орфанные заболевания погрузить в федеральный бюджет». И вот тогда это будет правильно и хорошо. Потому что путь с судами, это, к сожалению, совершенно тупик. Да, мы выиграем суд для одного пациента, но не для всех. Просто орфанные заболевания, их просто невозможно прогнозировать, соответственно, закладывать в бюджет, когда один человек появился, в бюджетном 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 бюджете. Это абсолютно правда, здесь должна быть работать система. Есть у нас закон «7 нозологи», в которых сейчас 12 уже. Но это, естественно, далеко не все потребности наших пациентов, детей вообще по стране. Их очень много. И это то, о чем мы знаем. А ведь есть те, которые не доезжают до федеральных клиник, просто их вообще не существует нигде. Вот можно я еще подсвечу немножко с другой стороны и опять возвращаясь к государству. Это как раз про выстраивание бюджетной системы. Давайте отмотаем какой-то. 2003 был год, начало 2000-х, когда все перераспределения налогов между федеральными и региональными уровнями было все заведено на Москву. Ну, какие местные налоги остались в региональных бюджетах? Ну, можно же еще и с этой стороны тоже смотреть. Но это было все выстроено. Ну, понятно, для чего это было выстроено. Мы не будем вдаваться в политические резоны. Они абсолютно прозрачны. Это вертикаль, подчиненность и непротивление. Понятно, что, к сожалению, это так. Еще когда мы говорим про фонды и особенно пациентов из регионов и так далее, одна из важных вещей, которые на самом деле делают фонды, и которые почему-то очень часто не могут делать в том числе врачи на местах, это информирование и правильная маршрутизация пациентов с тяжелыми заболеваниями. Если ты заболел чем-то тяжелым, и ты, к несчастью, живешь не в Москве или не в Питере, у тебя могут быть огромные проблемы в том, чтобы просто понять, куда тебе дальше идти, что тебе дальше делать, и права на какие виды помощи ты имеешь и так далее. И этим занимаются практически все фонды. Есть фонды, которые специально только этим и занимаются, как фонд профилактики рака в Питере. И мы чем-то помогаем. Но тем не менее, давайте для примера, Настя. Человек заболел раком крови в регионе. Какие основные проблемы, с чем он сталкивается в первую очередь? Это вообще очень тяжелый вопрос, потому что чаще всего этого человека вообще могут лечить, например, от ОРВИ и терять на этом время. А если это острые лейкозы, которые протекают стремительно, и здесь каждый день на счету. У нас были случаи, когда в региональных клиниках вообще человека с острым лейкозом клали в инфекционное отделение. И общий анализ крови, например, брали только на третьи сутки, в пятницу положили, в понедельник взяли кровь. Несмотря на то, что в последние годы в части маршрутизации было, правда, сделано многое, но этого недостаточно, потому что практически все равно всех пациентов приходится в ручном режиме управлять этой маршрутизацией. И, к сожалению, все зависит просто от того, в общем, от человека, который попадется тебе. У нас были случаи с нашими подопечными, когда доктор отправлял результаты анализа в гематологу, и дальше уже в пятницу вечером ногами шел к пациентке и звонил в дверь, потому что у нее острый лейкоз. И в понедельник, вернее, уже на следующее утро она летела в Москву. Но, к сожалению, очень мало таких врачей, которые настолько близко воспринимают эту историю. Поэтому это про систему должно быть. Потом, это первая система, значит, нету онконасторожности. Вторая проблема, нету лаборатории, где можно правильно поставить диагноз. Ну и дальше, собственно, клиники, да, в региональных у нас получается там несколько коек на целую область. Не хватает федеральных центров, ну не федеральных, а крупных центров с мультидисциплинарными командами, с оборудованием, где можно получать трансплантацию костного мозга. Мы говорили уже про трансплантацию. И, например, у взрослых потребность в трансплантации закрыта только на 30%. Ну, представьте, из 100 человек 70 не могут получить трансплантацию. Нет, хорошо, если на 30%. Ну, это данные с кварцовой, прошлогодние. Ну, я не знаю, откуда она. Ну, вот смотрите, в Германии, в которой население 80 миллионов человек, производится больше 6 тысяч пересадок. Значит, умножая на пропорцию соотношение нашего населения и немецкого, у нас должно быть, ну, 7 тысяч с половиной, наверное, трансплантации. У взрослых делается, ну, наверное, там 750 тысяч. Я думаю, что это 15% всей потребности закрывается у взрослых. У детей на 60. Но это тоже далеко не все. Вот, Настя, если можно, тогда я продолжу то, что ты говорила. Ладно, онконосторожность. Лейкоз пропустить довольно трудно, хотя и тут бывают жуткие случаи. Причем я буквально становился свидетельцем, когда это ну, совсем вокруг меня было в моем быту. Действительно негде поставить правильные диагности точные. Действительно трудно определить, какое оптимальное лечение. Но даже если удается делать, где больным лечиться. Вы бы увидели эти региональные клиники. Это сараи просто, в которых лежат пациенты по 6 человек в палате. Гематологические, получающие терапию, которая подавляет жесточайшим образом и надолго иммунитет, который требует изоляции, строжайшей гигиены, антибиотиков дорогущих. Этого же всего нету. И это приводит к тому, что заведомо больных не лечат с тем, чтобы вылечить. Даже молодых пациентов, которых от лейкоза вылечить можно принципиально. И это, пожалуй, самая главная проблема. Не то, что нехватка трансплантационных центров. Конечно, мы, которые занимаемся высокими технологиями, нам с нашей колокольни кажется, что не хватает трансплантационных коек и все. И будут эти койки, и будут неродственные доноры, и все. И мы вылечим всех. Это абсолютно неправда. Не хватает простейшей инфраструктуры, которая называется простейшей, но на самом деле она сложной. Возьмите, скажем, инфузионные насосы. Каждый больной должен получать гематологический в день 5 литров жидкости. В какой клинике, даже в московской, за исключением одной, может быть, полутора, дается вот такая инфузионная терапия. А без нее невозможно проводить многие ключевые компоненты химиотерапии и так далее и тому подобное. Например, несколько лет назад, когда мы пытались внедрить наши технологии в одну из московских взрослых клиник, сестры отказывались работать с этими инфузионными насосами. Почему? Потому что каждый подход к капельнице медицинской сестры – это деньги. А инфузомат работает сам и деньги не просит. Ну и так далее и тому подобное. То есть вот эта чудовищная нехватка простой, уже отработанной до деталей, до мелочей инфраструктуры – это главное препятствие на пути лечения нормального лейкоза. А вовсе не наличие для отсутствия транспорционных коек. Я так понимаю, что с этим благотворительностью помочь достаточно сложно, и тем не менее помогают. И то закупают. Например, первые инфузионные насосы в клинику в РДКБ, в которой я работал, купила лично за свои деньги жена посла Канады. Это было в 1993 году. Но при этом правильно ли я понимаю, что для любого пациента из регионов связаться с благотворительным фондом, скорее всего, означает повысить свои шансы на то, что его отправят в Москву или в Питер, и он будет лечиться, скорее всего, в более хороших условиях более правильно. Да или нет? Ну и да, и нет. Но пациенту тоже надо найти еще и силы, и время, и кто-то сопровождать его должен. Потому что он, наверное, без сил. И вопросы возникают, кстати, не только у региональных пациентов. И у Москвы, и у Питера тоже. Я не говорю, что здесь все прекрасно. Я говорю, что здесь чуть-чуть в среднем получше, наверное. В Москве и в Питере, да, в среднем получше, но очень по-разному. Есть такие больницы, в которых через месяц после заболевания лейкозом, после установки диагноза, не оставалось ни одного живого. Это данные пятилетней давности, которые мне коллеги мои сообщали. Давайте сейчас поговорим чуть-чуть не про пациентов, а про врачей. Что врач, конкретно какой-то врач, который хочет помогать своим пациентам, может получить от благотворительного фонда, может он сам обратиться в фонд с какой-то просьбой помочь своему пациенту, или обратиться сам, если он хочет обучаться чему-то, не знаю, получить какие-то гайдлайны и так далее. Есть такая возможность у врачей? Да, безусловно, есть. Мы, допустим, сейчас у меня вообще есть моя большая мечта, которую медленно мы начинаем реализовывать. Это работа с педиатрами из регионов, потому что у нас те же самые проблемы. Это ранняя постановка диагноза, направление в федеральные клиники из регионов. По нашим заболеваниям, по заболеваниям печени, там вообще есть определенные свои, скажем так, нюансы, которые требуется тоже знать. И потом, когда ребенок возвращается в регион после, к примеру, операции по трансплантации печени, там не всегда знают, что с ним, собственно говоря, делать и как его ввести. А контрольное обследование – это 50% дальнейшего успеха выздоровления, скажем так, ну если так можно сказать, потому что все-таки наличие трансплантированного органа – это, ну скажем так, продолжение этого лечения, да, эти контрольные обследования, это иммуносупрессии различные, которые требуются принимать. Ну и множество нюансов, да, это обязательно. Врач в нашем случае тоже, знаете, такая очень интересная история. Мы максимально открыты к специалистам и хотим как раз работать совместно с ними, потому что здесь просто простая экономика. Мы можем обучить там одного врача, помочь ему, скажем так, да, получить необходимое знание, и он потом спасет тысячи жизней на протяжении всей своей жизни, да, на те же деньги, на которые мы можем, собственно говоря, там, закупить какое-то один, не знаю, там, оборудование какое-то одно или один лекарственный препарат. Но врачи тоже очень сильно заняты. Допустим, очень часто такие истории, когда мы просим в конце года, на следующий год у наших специалистов, с кем мы работаем, пожалуйста, дайте нам список, там, я не знаю, конференции, на которые можно поехать, там, какие-то обучающие семинары и так далее. И они не могут составить этот план только в силу того, что они очень сильно заняты, на самом деле. А без них тоже мы, собственно говоря, фонды, ну, нам сложно построить. Поэтому вот коммуникация, да, с врачами и у тех, у фондов, у которых есть вот эта вот прямая, скажем так, да, вот эта коммуникация, возможность общаться, это большая удача, большое такое наше тоже желание. У нас есть специалисты, с которыми мы очень активно работаем по направлению трансплантологии, но у нас их вообще немного, потому что, в принципе, вот центров таких немного, есть центр Шумакова, основной, да, по трансплантологии, есть центр РНЦХ имени Петровского, тоже с которым мы активно работаем, вот, но врачи действительно загружены на 100%, даже если не на 200. То есть, а вы помогаете врачам? Да, у нас очень сильный экспертный совет, поэтому, ну, и вообще, и те фонды, которые помогают, занимаются адресной помощью, да, без врачей, конечно, здесь, ну, мало что можно сделать, фонды мало, чтобы могли сделать, это правда, объективно. Ну, и, в принципе, да, другое дело, что не все знают, что можно, да, обратиться и получить какую-то помощь и поддержку, и препарат, и что-то еще. Еще, между прочим, вещи, о которых не так часто принято говорить в нашей области, не все медицинские центры, в том числе в Москве даже, и федеральные центры, так открыты к благотворительности, как в вашей замечательной больнице, потому что есть места, где благотворительные фонды встречают, ну, так сквозь зубы, что называется. Тем более, что любая благотворительность, она же с собой несет еще такую открытость и пиар, благотворительным надо собирать деньги, поэтому все это публично и так далее. Во многих местах говорят, ой, вы, конечно, можете нам помочь, но давайте сделать это тихо и, пожалуйста, ни в коем случае не скажите о том, что у нас есть проблема, как же, у нас нет лекарств, нельзя говорить о том, что у нас нет лекарств. Давайте будем говорить, что у нас все хорошо, что все пациенты у нас получают помощь в нужном объеме и так далее. Что делать, собственно, с теми федеральными центрами, с теми региональными центрами, которые не хотят нормально сотрудничать с благотворительными фондами? Хороший вопрос. Когда месяца полтора назад мы встречались с теперь же бывшим министром Скворцовой по поводу всех тех лекарственных скандалов, как вы изящно выразились, на самом деле в связи с, наконец-то, визуализацией этой проблемой, она сказала, почему же, вот я ничего не знаю, мы ничего об этом не слышали. Ей было сказано, вернее, потому что такая у вас вертикаль, потому что вы транслируете на свой верх, что у вас все отлично, вам говорят ваши подчиненные, что отлично, вашему подчиненному регионы рапортует, что все отлично, и вот поэтому так все и получается. И действительно, Миша, ты абсолютно прав, что зачастую врачей могут уволить за то, что они, или, по крайней мере, жестко административно покарать за то, что они запросили помощи для своего пациента, потому что для местного бюрократа, я абсолютно без всякой, так скажем, отрицательной коннотации это говорю, для местного бюрократа нужно рапортовать наверх, что очень хорошо, иначе он лично получит по голове, и так по всей вертикали. Что делать фондам? Я чуть-чуть еще тоже посвящу. Это палка, с одной стороны, ну, как бы, это палка о двух концах, потому что, да, с одной стороны, говорить о том, что нам нужна помощь, это расписываться в собственной, что беспомощности и правде, о чем я буду рапортовать наверх, с другой стороны, то, что делается сейчас с точки зрения, ну, криминализации профессии врача, вот это пресса давления на врачей, это тоже играет очень большую роль в этом. Поэтому вот здесь надо, как бы, с обеих сторон, что делать? А фонд как раз не спасает врача чуть-чуть от этой криминализации? Вроде как и не я, например, врач говорит, везу эти лекарства незарегистрированные, вот. Ну, это надо иметь тоже большую смелость, потому что все равно эти врачи идут немножко против системы, как бы. То есть мы помогаем, фонды помогают врачам идти против системы в сторону пациента. Ну, не совсем, да, здесь все на личности держатся. И врач, и пациент, и фонд, да, я думаю, и руководитель клиники заинтересованы в том, чтобы пациенты все-таки излечивались, да. Но вот эта система, которая вот так вот корежит, как бы, всех участников, вот. Ну, что делать ей? Ну, мы далеко не всех, вот. Нет, нет, я не про себя в данном случае. Да, не про себя. И в регионах бывают очень смелые и самоотверженные люди. Вот моя коллега, которая сейчас стала директором нашего центра, когда работала в Новокузнецке, Галина Анатольевна Вичкова, она все то же самое, что мы сейчас сделаем здесь, сделала одна в Новокузнецке, в далеком, абсолютно захолустном сибирском городе. Создала прекрасную клинику, только за счет своей смелости, энтузиазма и желания помочь каждому конкретному ребенку. Она тоже создала фонд, она организовала психологическую службу и совершенно не смотрела и не слушала то, что ей говорит начальство. Для этого требуется большая смелость, в регионах это сложно. Такие примеры единичные, но они все-таки есть. Насколько я знаю, достаточно часто, когда мы говорим о каких-то более-менее прорывных случаях в нашей медицине, это всегда заслуга какой-то одной личности или небольшой команды. В том числе с помощью фондов, без помощи фондов, с помощью каких-то меценатов, может быть. Но тем не менее, это всегда какой-то конкретный человек. Это абсолютно верно. Человек, группа людей, которые уже формируют вокруг себя ту среду, которая, собственно, и двигает нашу медицину. Естественно, если мы будем тупо выполнять приказы и указы, ничего не будет. Ничего не будет. Тема хороши фонда, наверное, что они все-таки не совсем находятся внутри системы. Это такой немножечко аутсайдер, смотрящий со стороны вещь, как раз со стороны гражданского общества нашего. Но давайте из последних вещей, которые тоже многим важны. Мы знаем, что вокруг нас постоянно кто-то стоит вот так вот с протянутой рукой и говорит, пожалуйста, помогите на лечение мне, ему, тому человеку и так далее. Часто это сборно, как и это карточки физических лиц. То, что, как известно, можно допускать, но только в очень каких-то редких ситуациях и так далее. Как отличить нормальный фонд от фонда или от благотворительного сбора, которым участвовать не надо? Я думаю, что в первую очередь надо зайти на сайт благотворительной организации и посмотреть раздел отчеты. Потому что все благотворительные организации, которые работают, которые делают действительно дело, они открыты максимально. Ну, собственно говоря, у фонда всегда должны быть опубликованы все полностью финансовые отчеты, их траты за каждый месяц, за полугодие у всех разный свой учет. Вот. Но фонды вообще, они настолько открыты сейчас, действительно, настоящие фонды. Ну, репутационный капитал – это единственное, что у нас есть, потому что там вот у нас на счету нет денег, допустим. Они приходят, мы сразу оплачиваем там счет, который лежит, что-то, да, у нас там требуется. Там пришли деньги, мы оплатили проживание кому-то, пришли деньги, мы оплатили оборудование, пришли деньги и так далее. То есть, ну, как бы, репутация, наша открытость – это единственное, что у нас есть, поэтому в фонд всегда можно приехать, всегда можно позвонить, пообщаться с любым там членом, да, директором или у кого какие вопросы возникают. Мне кажется, все организации, вот я не встречала коллег, которые, действительно, не мошенников, скажем так, да, потому что они не наши коллеги, но мошеннических сборов сейчас развилось очень много. Они ходят по интернету безумной какой-то лавиной. А происходит это, потому что развивается в том числе такой нормальный, в принципе, процесс развития благотворительности, когда развивается что-то хорошее, рядом что-то плохое, тоже начинает вот как-то пытаться этим воспользоваться. То есть, люди стали готовы жертвовать, и, естественно, сразу появились те, кто хочет этим. Мошенники этим пользуются, да. Ну, тем более, что существуют такие, вроде бы, не очень чувствительные методы сбора для данного конкретного пациента, например, смс, ну, 100 рублей, подумаешь, ну, 50, вот, а если это массовый сбор, на этом можно собрать огромные деньги, и вот это, конечно, большая проблема, которая, действительно, подрывает доверие к фондам. И то, что Анастасия сказала, естественно, нужно иметь дело не с индивидуальными просителями, а все равно, что давать нищим на автомобильном перекрестке, которые все до одного профессионала поставлены бандитами. Индивидуальные сборы иногда в Инстаграме очень эффективны. Вот моя одна пациентка, которой мы уже не могли помочь, собрала буквально за несколько дней достаточно большую сумму, чтобы поехать в Китай. Ей поверили. Но прежде чем жертвовать, наверное, надо пообщаться с докторами. Вот, хотя тоже не всегда. Например, если я как врач считаю, что этому пациенту ничего уже не поможет, имею ли я моральное право потенциальному благотворителю сказать, что это не поможет, что денег не давайте, это сложный вопрос. Если я хочу дать, я всегда себя ставлю на место самого пациента или родителей. Да, мне сказали в федеральном центре, что ничего не поможет. А вдруг? А вдруг я попаду в исследование? А вдруг мне предложат какой-то новый метод терапии? Это тоже мы со счетовы сбрасывать не должны. При этом надо иметь в виду, что на самом деле большинство благотворительных фондов помогает пациентам лечиться в России. И очень редко идут сборы на лечение за границей. Больше того, мы знаем, давайте уж говорить честно, что в России большинство пациентов могут на самом деле оказать помощь сравнимую по качеству сейчас. Когда мы говорим о каких-то тяжелых заболеваниях, сравнимую по качеству с большинством видов помощи, которые они могут получить за деньги за рубежом. За редким исключением. Ой, не сказал бы я, Миша. Ой, не сказал бы. Ну вот Настя только что сказала, сколько пациентов из нуждающих в трансплантации реально получают. Это другой вопрос, потому что они часто просто не доходят до этого, не успевают. И под это нет никакой инфраструктуры и возможности. Иногда играет роль не общая некая способность меня или нашей команды сделать нечто абсолютно сопоставимое, может быть зачастую и лучше, чем за рубежом. А сделать это вот сейчас и в тот момент, когда нужно пациенту. Да, конечно, мы там делаем у себя в клинике 200 аллогенных пересадок самого высокого уровня, самой изощренной технологии с прекрасными результатами. Но мы не можем помочь всем. И в этом смысле такая, то, что вы сказали, это я бы сказал неполная правда. Да, мы можем, есть центры, которые могут, но если пациенту нужна эта помощь быстро, стремительно или с какими-то технологиями, которые у нас еще не отработаны, то возникает вопрос о лечении за границей. Ну, я бы хотела еще немножко с другой стороны подсветить, со стороны потенциального жертвователя. Видя сборы на карту или сборы фондов благотворительных, то, конечно, лучше выбирать сборы, которые открыты на стороне фондов. Потому что сейчас фонды в России накопили уже достаточно, ну, и не просто достаточно, а фонды обладают достаточно сильной экспертизой и работают с лучшими клиниками, с лучшими врачами. И это про эффективность использования средств. И, соответственно, это гарантия того, что эти средства будут направлены целевым образом, расходованы целевым образом. То есть теоретически для пациента лечиться, так или иначе, задействовав фонд, более правильно и перспективно, чем пытаться что-то сделать самостоятельно? Вы знаете, вот я еще дополню, у нас есть такой опыт, я думаю, что, ну, не только мы, естественно, пользуемся клиниками. Например, наш фонд в том числе оплачивает лечение за границей в очень редких случаях сейчас. Раньше было намного больше. Вот к вашему вопросу, возвращаясь в нашей истории по водоросли трансплантологии, мы видим просто колоссальные изменения. Потому что действительно большинство операций делаются здесь успешно, замечательно. Дети живы, приезжают на контрольное обследование, все у них замечательно. Это заслуги наших врачей и центров, которые работают. Есть очень индивидуальные случаи, когда есть какие-то там сложные заболевания, да, там, ну, разные, может быть, у одного ребенка заболевания. И вот если говорить о таких историях, или, допустим, говорить о детях СНГ, у которых единственный шанс, допустим, попасть в российскую клинику, да, в чем еще плюс работы с фондом у семьи, потому что фонд, вот наш, очень часто пишет гарантийные письма, когда требуется лечение начать вот прям вчера. Да, да. А сбор средств, он тоже занимает разный промежуток времени, и мы тоже никогда не знаем, этот сбор как бы соберется за неделю, или за месяц, или за полгода. Естественно, мы делаем все возможное, чтобы деньги были собраны, но иногда нет у семьи, там, этого месяца, чтобы ждать. Мы пишем, грубо говоря, под свое там честное слово, с теми клиниками, с которыми мы работаем, гарантийное письмо, для того, чтобы как можно быстрее этого ребенка приняли. Вот у нас сейчас есть такой ребенок из СНГ, которому требуется лечение в центре Шумакова, ему предстоит операция по трансплантации печени от родственного донора, да, и требуется как можно быстрее начать обследование донора, как можно быстрее начать обследование ребенка. Все, времени уже нету. Мы написали гарантийное письмо, врачи могут начинать спокойно свою работу, уже зная, что мы, да, взяли уже на себя это обязательство по оплате. Давайте тогда подводить итоги какие-то, да, очень здорово, что мы об этом говорим, и, ну, я так понимаю, важно донести до врачей, и что благотворительные фонды существуют в России, хорошие фонды, да, настоящие фонды существуют здесь для того, чтобы помогать им, и помогать им бороться за пациентов, помогать, собственно, пациентам и так далее. Не надо этого бояться. Давайте как-то какие-то лозунги, да, в итоге скажем дорогим нашим коллегам, врачам, чтобы они не боялись фондов, чтобы они стремились к тому, чтобы их клиники, больницы, центры сотрудничали с фондами как можно больше, потому что это идет на пользу всем и врачам, и пациентам. Я хочу сказать, мне стыдно просить помощи, пожалуйста, обращайтесь, мы готовы в фонд борьбы с лекемией, мы помогаем взрослым, мы готовы помочь всем и очень хотим помогать. Я буду очень рада, если с помощью этой передачи мы найдем еще единомышленников, кто работает в направлении по заболеваниям печени из разных регионов, со всей страны, будем очень рады коммуницировать, потому что, может быть, не всегда мы можем дойти до этих специалистов и познакомиться с ними. Нас немного, нас всего 8 человек в фонде работает, но, тем не менее, мы делаем, стараемся, большие дела вместе. Это не так уж и мало, кстати, за исключением парочки, троечки, совсем гигантские фонды, все остальные фонды, как раз число сотрудников измеряется единицами или десятками. Алексей Александрович. Ну, а я хочу сказать большое спасибо фондам, которые помогают нам чувствовать себя настоящими врачами, творцами, которые могут спасать наших пациентов. А к врачам я хочу обратиться и сказать, что у нас с вами 500 тысяч, наверное, в России. Если каждый из нас даст по 1000 рублей в год в благотворительный фонд, получится 500 миллионов. Жертвуйте благотворительные фонды. Тут даже и добавить, в общем, нечего. Дорогие коллеги, не бойтесь благотворителей, мы делаем с вами общее дело. Дорогие коллеги, нечего.